Шановне участники конференции, я вас так же рада видать с такой значной упадею и хочу сказать про то, что на сегодня проводится третья науково-практичная конференция, а я была участником первой. На сегодняшний день действительно выполняющий процесс проходить период остановки. Чему такие понятия? Нам удобнее и давно уже устали на понятия выполняющего права. Однако всплывом часто наука и дезинференции, и понятие выполняющего процесса как новой в галузе правовой науки на сегодняшний день, оно довольно актуально. Ну и то есть связок между теорией и практикой, и судовым, и выполнением судовых решений, и безусловно, очень теснется. На первый взгляд кажется, что те люди, которые занимаются разработкой теоретических проблем, выполнение выполнения, они ничего не знают, как думают государственные законы, все это знают, про выполнение их работы. Я помню, я помню, еще те часы, когда сидели судови-виконавцы в судах наших, были у них кабинеты на первых этажах, как заходишь в суд, на первом поверси в нашем суде. И на сегодняшний день, как мы видим, в никаких судах державных-виконавчих служб уже не перебывать. Поэтому говорить о том, что это стадия цивильного процесса и действует регулирование цивильным процессуальным кодексом, невозможно. Ни одна кандидатская диссертация у нас в Украине с проблемом правового статусу державных-виконавчих служб, правового статуса управления Державного оконавчого службы, на сегодняшний день, оконавчое проведение уже не охотничает это понятное, всего обсягу процессуальной деятельности Державного оконавца. И не может быть одна и та же название, когда это выполнение, которое происходит на выполнении государственного выполнения, и когда это в целом выполнение, процесс выполнения, про который идет в более широком понимании, охопливаться одним и тем же пониманием. В Украине на сегодняшний день, на отличие от Российской Федерации, где целая плеяда уже на сегодняшний день существует докторских диссертаций с проблемой выполнения, у нас не защищена никакой докторской диссертации, которая относилась к проблемам правительственного выполнения судов и других органов. В любом случае, в любом случае, в любом случае, это вопрос, оскільки, с точки зрения теории государственного и права, как они становятся самостоятельными, или определяются любые правовые нормы в самостоятельную галузь, когда они имеют самостоятельный метод правового регулирования, когда они имеют самостоятельные принципы выполненного проведения. А, кстати, в российской редакции закону на сегодняшний день внесены изменения, где есть статья, которая называется «Принципы исполнительного производства». У нас, как вы знаете, еще нет. Однако, как и в любых галузях, это мае быть. Ну, есть своя система субъектов в законодательном процессе, есть процессуальная форма промышлого выполнения, которая свидетельствует о том, что у нас действительно процесс, как в законодательном процессе. Спасибо.